Никакой пощады, никаких сожалений, никаких «так не честно» или «мне же больно, здесь и сейчас закончится бойня безликих», Дек прокашливается и продолжает. «Надеюсь». Генерал Танабер, а вот и я. Генерал Танабер приветствует вас с спокойной улыбкой. Здравствуйте, КЗ-0012. Вы сильно задержались? Что-то случилось? Рассказать о произошедшем. Генерал некоторое время молча наблюдает за клубами дыма, которые поднимаются от тлеющей в пепельнице сигары. Что ж, ситуация выходит из-под контроля. Если говорить проще, дело дрянь. Мне доложили, что за последние сутки в ближнем радиусе было зафиксировано три появления аномалии. Она перемещается абсолютно хаотично и при этом постоянно растет. Однако хочу отметить, что наша команда работает все успешнее. Вы снова преподносите нам сюрпризы. Вам удается намного лучше справляться с сомническими нагрузками. По крайней мере, в этот раз вам не понадобится реанимация. Также доктор Рэдден сообщил, что вы неплохо продвинулись в изучении сомнических видений. По мнению Рэддена, Тель может быть сомнической проекцией реального человека. Он думает, что она могла как-то участвовать в событиях, предшествующих взрыву. Ему не дает покоя связь образца с вашими видениями о доме на побережье. Попробуйте пойти по пути, который предлагает сущность, называющая себя Гуаем. Это очень опасный и ненадежный путь, но возможно именно там лежит решение. Честно говоря, все это звучит довольно безумно. Невероятные прежде события заставляют нас мыслить немного шире, не правда ли? Моим людям в Урбе удалось узнать, что получателем посылки был некий доктор Глар, один из сотрудников Лимба и шестой лаборатории. Согласно данным в базе службы безопасности, он погиб во время взрыва в Лимбе. Я действительно нашел в мемориале именную капсулу со странным номером СДЖ-54. Наш источник в таможенной службе сообщил, что доктор Глар получал подобные посылки в течение нескольких лет. Нифига себе. Посылки проходили через его контрабанду и сеть брокера. Неплохое решение. Это почти не оставляло следов. Мы продолжим выяснять, над каким проектом работала шестая лаборатория и как это связано с появлением аномалий. Нужно остановить этих людей, пока не произошло катастрофы. Капитан сообщил мне, что Тайпер объявился в гнезде. Он будет ждать вас у кабинета Рибеля. Продолжайте работать с наемником. Так вот и вы... О! Это что такое? Диблин! Человек поднимает голову и окликает вас, как ни в чем не бывало. Отличный день, солдат. Я смотрю, у тебя тоже? У меня есть одна проблема, но я с ней разберусь. На лице человека появляется непривитливая улыбка. Вот как? Мое репортерское чутье подсказывает мне, что эта проблема касается не только тебя. Знаешь, в последнее время на станции творится кое-что странное, а это уже моя работа. Но остальным гораздо безопаснее держаться подальше от странных мест, верно? Береги себя, солдат. А, слушай, а не этот ли чувак? Смотри, у него имплантанты вместо глаз. Это ведь про него говорили. Это же никакой не репортер гребаный. Это какой-то шпион. А давай-ка теперь отправимся к капитану Рибелю на встречу с Тайпером. Вот я приехал к стервятникам. О, Тайпер, как и говорили, ты здесь. Гирьку качаешь, да? Тайпер встречает вас под небратским жестом. Он выглядит заметно посвежевшим, несмотря на красующиеся на шее ссадину. Как видишь по моей физиономии, без приключений все же не обошлось. Угадай, кто ест дармовые военные харчи? Да еще и по ту сторону решетки. Никогда бы не подумал. Предлагаю перейти к делу, Тайпер. Ну что ж, скажу тебе сразу. Я не знаю заказчика, не знаю получателя и даже понятия не имею, что было в той посылке. Но я знаю, кто владеет всей информацией. Его зовут Брокер. Думаю, тебе пригодилось о нем слышать. А напомни, кто это? Создатель одной из самых крупных на станции контрабандных сетей. Никто не знает, кто он. Брокер связывается со своими наемниками через терминалы с односторонней связью. Так вот, если мы играем честно, то на одной половине стола купон на разговор с Брокером. На второй – это ржавая хрень, безболезненно отделенная от моего подбородка. По рукам? Хм, ну что ж, по рукам. Ты даже не понимаешь, на что подписываешься. Не представляю, что нужно сделать, чтобы убедить Аферода забыть о моем долге. Здесь сработает только наглость. Хм, а есть какие-нибудь идеи? Ну что ж, у меня есть одна мысль. Правда, если мы запишем ее себе в журнал, это скорее будет напоминать предсмертную записку, чем план. Расклад такой. Биакера быстро набирают обороты, чем здорово действуют на нервы главной группировки сектора Д сыны Мороха. Морохи недооценили колпаков и пропустили тот момент, когда их можно было легко раздавить. Сейчас самое лучшее время, чтобы отстегнуть цепи и натравить двух рахов друг на друга. Неважно, кто победит в этой схватке. Если помочь Афероду схватить всю резервацию за яйца, то уверен, что он выполнит нашу скромную просьбу. Если же присоединиться к Морохам и заморить великого болтуна в его же логове, то оковы, мать его совести, полетят в мусорку еще быстрее. Уничтожить одну из двух сильнейших группировок ближнего радиуса? Это шутка? Ты просил назвать цену? Я назвал. Мне тоже придется попотеть, чтобы уговорить брокера дать хоть какую-то информацию. И потом, задача невыполнима только на первый взгляд. Тебе нужно лишь поджечь фитиль, а огонь сделает за тебя все остальное. Ну хорошо, за дело. В моем путешествии я случайно наткнулся на свалку автомобиля, как было написано. И что-то... Вау! О, господи. Теперь на меня нападают. Ребята, вы не обалделили, а? Наемник пирамиды. А-а-а... Пирамида. А ну-ка взлети на воздух, гаденыш. Ах, ты ж хорошо-то как приложила его, а? Вставай, гад. Вставай, черт тебя дерь... Уехал. Так, еще один готов. Остался последний. Надеюсь. Это мне специально подставу устроили. Так, тут походу дело снайперила ходит. Спокуха. Сейчас зайдем, значит, туда. И там еще аномалия. И посмотрим, насколько они крутые. Ребятки. Так, спокуха. Иди ко мне. У меня есть для тебя закусь. Как тебе такая закусь? Нормальная? Хорошая закусь. Я понял. Смотри, какой-то супер удар хотел сделать. Супер удар, значит, хотел сделать. Так, сейчас надо войти, посмотреть. Что там за снайпер? Может, у него снайперка какая есть, а? Кто там такой? Стоит, смотри. Резо. Что за Резо? Резо, ты кто такой? Получил Резо. Вау, какой ты резвый, а? Резо. А! Нифига себе, ты... Ты что, бешеный? Ух ты ж, блин. Ой-ой-ой. Почему вас несколько? Все, меня зажали. Хана. О, господи. Что это за шутки? Я одного убил, из него двое появились. А и двух убил, трое появились. Это что такое? Заговор какой-то, что ли, а? Не понял юмора. Черт побери, я. Чувак. Я не понял, что это было. Что за Резо? И почему он из одного делался два? Из два в три? Фу, я, наверное, его раза три проходил. Ну, ладно. Госп. О, господи. Там еще у нас снайпер остался. Что-то к снайперу даже идти не хочется. Нас отсюда теперь выпускают. Странно, блин, все это дело. Очень странно. Ну, ладно. Пойдем к снайперу, посмотрим. Этот Резо какой-то непростой парень. А ну-ка, давай посмотрим, что у тебя. У тебя плазменный Резак был, такой же, как и мне дали. Ха. Непонятно. Ну, хорошо. А где вот снайпер? А, вот он ты. О. О, да там мина. Ха, ни хрена, господи, уработал. Наемник пирамиды. Так, спокойно. Тут аномалия. Обезвредить. И все. А вот и баллоны были, кстати. Наемник, черт быти. О, винтовка Т6. Мощная винтовка под 7,92 мм калибр. Разработанная на основе знаменитой Т4. И визор, смотри, как у меня. Урон от выстрела плюс 16. Шанс крита плюс 5%. Ого. А то-то я думаю, что за фигня. И надену этот визор. И идем дальше. Давай отправимся в антикварную лавку, чтобы отдать антиквару все найденные нами вещи. А именно, вазалики Инмрана, чайник гордость нации, гирьки я нашел в резервации Д106, телефон нашел и радио ЭКО-8. Сейчас я ему это все отдам, чтобы он заткнулся. И завершим задание. И может он нам какой-нибудь ништячок даст. Милок. Вот он ты. Госп там бежит, а Госп нет. Ну ладно. Где-то потерялся по дороге антиквар. А, здравствуй. Я хочу снова попасть на побережье. Ты принес то, что я просил? Конечно. Отдать ЭКО-8. Путь открыт. Иди. Подожди, чувак. Ты че? А может быть, я каждый раз, когда буду к нему приходить, он будет отбирать у меня по одной вещи, а? Интересный тип. Очень интересный тип. А, смотри. Упаковка сигар. Сигары Азар. Компании Оанит Уайт Уотер. В точности воспроизводит вкус и аромат знаменитого сорта пороги тратиса, который среди прочих предпочитал сам прайм-генерал. Горький, но благородный вкус и насыщенный древесный аромат навевает ностальгию по временам, когда табак произрастал под лучами родных звезд. Не, нахер. Табаком лучше не пользоваться. Смотри. Весы. Механическим весам не страшны перебои с электропитанием, но их точность оставляет желать лучшего. Я тоже так думаю. О, чайник какой-то интересный. Заварочный чайник из меди, луженый изнутри пищевым оловом. Вот, сейчас я буду отдавать все задания, какие только можно отдать. Так, начнем, наверное, с девахи, которая тут недалеко стоит и ждет своего мужа, когда он вернется с войны. А его все нет и нет. А я такой хобана, а я его встретил. Как тебя там зовут-то? Утгер. А, вот и он стоит, смотри. Солдат. Кадил вернулся, несмотря ни на что. Он вернулся. Все, я выполнил задание. Теперь идем за этот дом и помогаем чуваку закопать его домашнее животное. Мужик. Ты где? Вот он ты. Так, у меня есть лопата. У меня есть лопата. И хочешь, я тебе помогу? Нет, ты что? Не волнуйся за старика. Я как-нибудь сам управлюсь. Остались еще силенки. Подожди, подожди. Давай-ка я закопаю, короче. Сейчас закапывать будем. Все. Закопали, мужик. Видал? Я тебе помог. И лопату тут оставил. Так, поговорить. Спасибо, что помог. Без тебя я бы тут еще долго возился. Пусть боги даруют тебе сил и терпения. Тейя. Да, пожалуйста, Невель. Нет проблем. Все для тебя, милок. Все для тебя. И это задание мы выполнили. У нас становится все меньше и меньше заданий. И это очень хорошо. Ну, давай еще тут посмотрим. Может быть, мы кого-то пропустили? О, подожди. Барт. А ну-ка. Мальчик всеми силами пытается успокоить ревущую девчонку. Тише, Тейя. Ну, что ты? Эй, что случилось? У нас мяч улетел в котлован. А там эти собаки бегают. Вы можете помочь его достать? Да без проблем. Спасибо. Только вы осторожнее. Собаки очень большие. За меня не волнуйся. Задание детские игры. А ну-ка. Барт и Тейя, дети, играющие на побережье, пожаловались, что их мяч улетел в сторону котлована. Они боятся туда идти. Поскольку дорогу охраняют псы. Если я хочу помочь малышам, то мне придется отыскать их мяч или найти новый. А я, кстати, новый купил у одного из торговцев. А мячик я там, кажется, не видел. Так. А ты у нас что скажешь, гек-к-к? Сквозь копну немытых волос на вас с интересом глядят маленькие колкие глаза. Мальчишка пожевывает нахально оттопыренную губу. О, еще одна дылда. Здорово. Хоть кто-то новый пришел. А то куда ни плюнь, одни зануды. Ты здесь надолго, дылда? Ээээ... Честно говоря, не знаю. Не переживай, вернуться ты всегда успеешь. А вот наше с Финчем дело, самое, что ни на есть, срочное. Какое дело? Сегодня началась война безликих, а мы все еще не нашли судью. Ты как раз подходишь? Сука, какая еще в бойня? Это самое известное и самое кровавое состязание на этом побережье. В этот раз все будет по-серьезному. Решается, кто будет владеть шлемом. Каким шлемом? Только настоящий безликий, надев шлем, сможет выстоять и не потерять свое лицо. Гек продолжает с заговорческим тоном. Если ты безликий, терять-то нечего. А это что такое, а? Что такое? Тысячелетний? А ты кто такой, а? Я что-то тут не видел. Ветер доносит до вас едва слышный голос гиганта. Безлюдные пустыни, поля. Нет на них детей войны. Они будут скитаться мыслью и придут туда, где все началось. И увидят они свой край, как впервые. Гигант поворачивает к вам голову. Ты здесь, чтобы избежать войны? Я знаю. Может быть, вы не такие, как мы. Может быть, вы сможете дать нам покой. Где-то там, на одном из островов, осталось мое отражение. Пока оно там, нет мне покоя. Я знаю, ты с того берега. Тебя принесло неспокойной водой. Возьми этот ключ и заставь мое отражение уснуть. Оно там, где недавно замолкло много гневных голосов. Гигант касается вашей ладони, но вы не чувствуете прикосновения. Невольно сжав ладонь, вы понимаете, что у вас в руке что-то есть. Помни, пули ему не страшны. Тебе поможет только твой меч. Тысячелетний задание. Магнитный ключ какой-то дал. Давай читать. Древний воин с побережья попросил отыскать свое отражение там, где недавно замолкло много гневных голосов. Видимо, что-то в настоящем мешает его разуму найти покой. Тысячелетний дал мне магнитный ключ. На нем написано, что он отпирает одно из технических помещений зоны В-10-2. Это мы удачно зашли так-то, да? Так, давай еще разок. Антиквар. Я хочу снова попасть на побережье. Ты принес то, что я просил. Отдать телефонный аппарат. Ага. Путь открыт. А я туда не пойду, мужик. Я туда не пойду, извини. То есть при каждом нашем посещении он будет открывать вот эту дверь. У меня есть все три детали, чтобы починить сломавшийся рояль. Починить. Оба-на, и все. С первого раза починил. Чувак, я починил твое пианино. Давай, засчитывай мне задание. Владик. Ты починил фортепиано? Скажем так, это неожиданно. Сейчас мы узнаем, как звучит его голос. Да, делай что угодно, чувак. Просто засчитай мне задание и все. Все, задание я выполнил. Отлично. Я очень собой горжусь. Я прибыл снова к антиквару. Сейчас я ему буду отдавать остальные вещи, которые он попросил. Я хочу снова попасть на побережье. Ты принес то, что я просил? Конечно. Отдать заварочный чайник? Гордость нации. Путь открыт. Иди. Спасибо, мужик. Спасибо. У меня в правом верхнем углу висит оповещение о том, что у меня новый уровень. Но я не хочу его убирать, это оповещение. Потому что я покопался немножко в навыках. И нашел очень интересный навык. Это плюс один спутник в нашу команду. То есть я, госп и еще один чувак будет бегать с нами. Поэтому на это умение требуется три очка. А у меня пока одно. Нужно накопить. Поэтому давай накопим и будем бегать целой бандой. Только вот с госпом какие-то проблемы. Он постоянно какой-то исчезает. Парнишка, я принес тебе твой мячик. Барт. Ну что? У вас получилось? Держи. Больше не теряй. Мяч. Спасибо вам большое. Глаза детей светятся от счастья. Мальчик подбрасывает мяч в воздух, оборачиваясь к сестре. Ну, я говорил, что достанем. Ведешь себя как дура. Ого-го-го. Задание выполнено. Остался ты, Гекк. Я добыл тебе твои цветные камушки. Здорово, что ты здесь. У нас много дел. Я насчет осколков стеклянного меча. Ну что, принес? Ну же, показывай скорее. Держи свои стекляшки. Тут десять штук. Гекк начинает приплясывать от удовольствия. Спасибо, дылда. Финч свои пуговицы съест от злости. Кстати, тебе не помешало бы проведать, как он там справляется. Ты все-таки судья. Да ладно, я проверю. Че не проверить-то, а? Бойня безликих. Я помог наглому мальчишке собрать недостающие куски морского стекла. И теперь мне нужно отправиться к Финчу и рассудить первый этап. Ну давай так и сделаем. Первый этап, говорит, рассудить. Финч, ты где тут? Давай я сейчас рассужу первый этап. Мальчик извлекает из левого кармана Френча. Пригоршню гильз. Пересчитывает их и прячет в другой карман. Здравствуйте. Ты, кажется, наш судья. Ты как раз вовремя. Нужно зафиксировать победу режима Сорк в первом этапе. Мне придется тебя огорчить. Гек собрал 37 осколков стеклянного меча. Что? Он же... Как он успел собрать их так быстро? Выходит, я проигрываю? Нельзя терять ни минуты. Нужно срочно готовить диверсию на базе противника. Финч извлекает из кармана лист бумаги. Некоторое время он изучает его, теребя пальцами и без того изувеченный уголочек. Судя по карте, корпус иерархии дислоцирован на старом буксире. Хм, эм, любая, даже самая могущая страна вынуждена время от времени заключать союзы. Возможно, нам стоит кое-что обсудить. Так-так, к чему это ты клонишь? Мальчик густо краснеет и прячет лист за спину. Я тут подумал... Может быть, ты сможешь добраться до базы и провести там диверсию? А ты думаешь, Гек играет по-честному? Сейчас на базе противника строится чудовищная пушка. Разуплотнитель! Если ее не уничтожить, армия режима Сорг будет разбита еще на подходе. А это неправильно с исторической точки зрения. Ладно, я подумаю над этим. Пойми, я не должен проиграть. У Гека в голове песок вместо мозгов. Нельзя давать ему шлем. Кто знает, чем это может кончиться. Давай поговорим о вашем соревновании. Конечно. Не объяснишь, в чем суть бойни безликих? Финч морщит подбородок и продолжает разговор назидательным тоном. Ну какая, какая бойня безликих? Когда уже Гек поймет, что мне названия даются лучше? Вообще-то состязание называется Битва Последних. Мы реконструируем эпоху Последней войны. Войска режима Сорг сталкиваются с армией и иерархией Номах. В этот раз играть в иерархию выпало Гекку. В состязании три этапа. На первом этапе нужно добыть ресурсы и построить тайное убежище. На втором найти это тайное убежище и устроить диверсию. А на третьем уничтожить соперника в решительной схватке. Но этот раз призом станет шлем. А что это за шлем? Шлем Голема Сорг. Согласно легенде, он поднимает все характеристики до тысячи. Его владелец будет непобедим. Может быть я когда-нибудь покажу тебе место, где лежит несколько таких штук? Давай, пожалуй, сменим тему. Ээээ, давай. Не расскажешь про это место? Честно говоря, я здесь мало где бывал. Раньше я вообще не вылезал из подземной мельницы. Гек говорит, что у меня кишка тонка сбежать. Но я же не идиот. Если еще и я сбегу, они точно заметят. Они? Кое-кто называет их волхвами. Они хозяева в подземной мельнице. Они редко из нее выходят. Они старые и полуслепые. Но с ними лучше не спорить. А где мы вообще находимся? Хотел бы я знать. Это место живое. Здесь даже трава будто бы из плоти. Да, уж сравнение так себе. Я бы и сам хотел знать больше. А что ты знаешь о разрыве? Говорят, бездомная река вырвалась из своих оков. Понятия не имею, что это вообще такое. Но дело пахнет керосином. Расскажи-ка мне про подземную мельницу. Мы жили там с Геком всю жизнь. Сначала нам все запрещалось. Но потом нам стали доверять. Они еще не заметили, что Гек сбежал. Он совсем не думает головой. Я даже не знаю, что делать. Расскажи про Дората. Мне и рассказать-то нечего. Я иногда смотрю за ним издалека. Он старается помочь заблудившимся отражениям. Наверное, это хорошо. Так, он попросил какую-то пушку. Давай-ка прочитаем задание. Финч был чрезвычайно расстроен тем, что он проиграл на первом этапе. Он рассказал, что Гек на своей базе строит оружие чудовищной мощи. Разуплотнитель. По его словам, это сильно нарушит баланс игры. Финч попросил меня совершить диверсию и уничтожить разрушительное орудие. Эм, а как я найду его базу-то, а? Финч что-то сказал, что база Гека находится на какой-то барже. Может быть, этот, у паромщика спросить? Может быть, он нас отвезет туда? Ну-ка, паромщик. Что тебе нужно? О, отвези меня к баржам. Хорошо, но тебе нужно заплатить. Назови цену. Я заберу у тебя часть твоей тени. Ты задолбал. Сколько можно ее брать-то? Договорились. Паромщик касается вашего плеча. Ваши внутренности обжигает резкая тошнота, а в глазах мутнеет. Вы начинаете теряться в навязчивых цветных волокнах, которые вплетаются в рассветное марево. О, нифига себе. О, и что? И где я? О, я на... Ух ты, на барже я, нифига. Спасибо, мужик. Ты, конечно, такой крутой, да? Паромщик, типа. Давай, заходим. Где у него тут? База-то его, а? Извини, Гек, но так требует задание, чтобы я тебе какую-нибудь пакость тут устроил. А так вообще на барже интересно, да? Стопэ, что это такое? А, разуплотнитель. Ты посмотри. Это тупо три консервные банки какие-то. Хе, сломать. Ну, давай сломаем. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, блин, детишки тоже мне, а? Сломать. Давай наверх сгоняем, может быть. Что тут интересное есть на барже. А наверх не идет. Ну, ладно. Все, поехали обратно. Обратно хочу. Ну что, возвращаемся? Да. Пойдем Финчу скажем, что мы сломали его разуплотнитель. Финч, все готово. А, здравствуй. Насчет пушки на базе Гека. Что докладывает разведка? Разуплотнитель уничтожен. Ха! Так держать, дилда. Отличная работа. Финч внезапно осекается, понимая, что он переусердывал с командирским пылом. В смысле, я хотел сказать спасибо. Совсем скоро наступит время для генерального сражения. И да, чуть не забыл. Генерал Растяпа должен был сходить в тайное убежище, чтобы достать шлем. Можешь убедиться, что главный приз на месте? Ну, хорошо, так и сделаю. Давай посмотрим, что там обновилось-то. Планетарная угроза ликвидирована. Ха-ха-ха. Детям пора переходить к третьему этапу. Открытому столкновению. Мне нужно поговорить с Геком и узнать, все ли готово к сражению. Пойдем поговорим с Геком. Финч уже куда-то свалил. Готовится, понимаешь ли, к битве. Ха-ха. Подают. Не, ну игра у них интересная, конечно, но... Че он сам эту пушку не сломал? Потому что он не может проникнуть. Там паромщик с него в плату требует. А где? А, вот они. Ну и че? А? Придурки. Смотри, у него типа крепостная стена, это три кресла стоят. Бичевских. Ну че, Гек, готов? Гек деловито прохаживается вдоль мусорной кучи. Всецело занятые зачитыванием торжественной речи. А вот и наш уважаемый предательский арбитр. Всем стало известно, что арбитр воткнул нож в спину прайм-генералиссиму Сугеку. Но спаситель Номанов все равно одержит головокружительную победу над многочисленным, но лишенным чести противником. Предательскому арбитру наверняка не терпится узнать, что соперники бойни безликих оказались одинаково хитры и выносливы. У них нет иного выбора, как сойтись в жестоком сражении, какого не знала история. Никакой пощады! Никаких сожалений! Никаких так не честно! Или... Мне же больно! Здесь и сейчас закончится бойня безликих! Дек прокашливается и продолжает. Надеюсь, все представили эхо после моих последних слов. Пока противники заканчивают приготовление и молятся своим богам, судья предстоит небольшое путешествие. О чём это ты? Дело в том, что мы... Эммм... Забыли принести шлем и... В общем... Нужно, чтобы ты прогулялся в одно интересное место. Что на этот раз? В место, где топчется репс-урна. Есть статуя толстяка. Если открыть в ней дверь, через неё можно пройти в место, где хранится шлем. Я уже угере... Урегулировал с репсом этот вопрос. Обратись к нему, арбитр. Ладно, можешь не продолжать. Я схожу за шлемом. Лицо Гекка сразу же возвращается к своей обычной наглой гримасе. Самый справедливый и предательский в мире судья отправляется в опасное путешествие. А мы начинаем прайм-генеральное сражение. Чё это? Куда это они? Чё? А, все по местам типа? Так, давай прочитаем, чё там у них. Оказалось, что Гек не принёс шлем, который станет наградой в бойне безликих. И мне придётся идти за ним самому. Мне нужно поговорить с репс-урной. Он сможет открыть дверь в статую. И я смогу найти шлем на той стороне. Пойдём, пойдём, посмотрим. Так, а ты мне чё не скажешь, а, Финч? Я ничего не слышу из-за стрельбы. Ладно, у вас тут стреляют. Пойдём к этому репсу. Скажем, чё за шлем там такой интересный? Может, какие показатели прибавляют интересные? Может, мы его себе заберём? Слышь, репсушка? Да. Гек сказал мне, что ты можешь открыть проход. Не знаю, что этому детёнышу понадобилось в таком месте. Но я могу открыть дверь в статуе. Да. Кхм-кхм-кхм-кхм-да. Так иди открывай, ё-моё балда. Или ты уже открыл? Что такое? О-о-о-о. Нихрена себе. О-о-о, это Порталус. Ого. Ну, давай зайдём в Порталус. Соленая пустошь. О-о-о. Давай.